Когда мы говорим о профессиональных союзах, общее понимание достаточно простое, что это договорное объединение работников, объединенных общими интересами, социально-экономическими, которые представляют, работают в отношении с государственным работодателем, защищают их интересы. Это правильно, но надо рассмотреть по существу, о каких интересах идет речь. Если мы так поставим вопрос, то должны отметить, что у профсоюзов, имея в виду, что это объединение работников, то есть у работников объединенных профсоюзов, есть коренные интересы, то есть интересы цивилизации которых связаны с коренной улучшением социально-экономического положения. И вот такими коренными интересами являются интересы обеспечения полного благосостояния и свободного всестороннего развития средств и находщиков. И вот с момента своего возникновения профсоюзы бьются за интересы работников и в какой-то степени уже с самого начала бьются за реализацию этой коренной задачи. Ну, когда мы говорим о том, что они добиваются повышения заработной платы, улучшения условий труда, то мы, конечно, понимаем, что речь идет о повышении благосостояния, об укреплении здоровья. Если речь идет о борьбе за нормальную продолжительность рабочего времени, сокращение рабочего дня, например, то, разумеется, речь идет о том, чтобы создать предпосылки для свободного развития людей. То есть все то, что так привлекательно, особенно в полной своей реализации, все это на самом деле становится целью уже в условиях капитализма даже в самом его худшем периоде. То есть надо иметь в виду, что те, как оказалось до сегодня, мелкие задачи, которые решает профсоюз, на самом деле это задачи, решение которых ведет к более высоким ступеням, к более высоким достижениям и в конечном счете обеспечивающим полным удостоверение свободного всестороннего развития всей общины общества. Если мы посмотрим так на профсоюзы, то это вообще великая организация. Мы понимаем, что раз идет речь о достижении такой цели, то тут уже никто не даст избавления. Герой не даст избавления. То есть нет такого Ильи Муромса, который бы махал бы мечом и обеспечивал свободное всестороннего развития всех. Но для того, чтобы достигать такой цели, нужно как раз действия все более сознательные, все более широкие действия самих рабочих. И даже партия, которая является частью класса, тоже не даст достижения такой цели. Ну потому что невозможно за всех, даже значительной частью общества, а партия, между прочим, не может быть в очень значительной части общества, делать улучшение жизни. Так что профсоюзы потенциально это такая организация, которая позволяет рабочему классу подняться к вершинам вообще политической жизни, социально-экономической жизни. Но другое дело, что вот чтобы достичь этих вершин, надо пройти очень длительный, видимо, и непростой этап борьбы. Вот начинается он всегда с небольшого, да, если брать историю профсоюза, сначала объединяются те, кто особенно находятся в привидированном положении, и вот они хотят сохранить это привидованное положение таким путем, чтобы закрыть дорогу на предприятие менее коэффицированным работникам. Это так называемые цеховые профсоюзы. Цеховые профсоюзы, это, конечно, 19 век, Англия. Но какие-то черты цеховщины сохраняются и сегодня. Зачем, разумеется, рабочие движения ширятся, и уже в эту борьбу за свои права отличаются рабочие массовых профессий, операторы, а вот исторические, брокеры большие уже сыграли в этом в Англии, которые не отличаются уж очень высокой квалификацией, но которые действуют сообща и действуют уже, не препятствуя другим товарищам включать высокую зарплату, а действуют, используя главное средство достижения цели рабочего класса в условиях историзма, используя забастовку. И вот можно сказать, что профсоюзы возникают и устанавливаются и достигают своего наличного бытия именно тогда, когда становятся массовыми и главным средством их борьбы становится забастовочная борьба. Вот в таком виде они уже становились в начале 20 века, ну и в середине 20 века, наверное, был звездный час профсоюзов, потому что вот они были очень активны, были очень значимы, достигли больших целей, задач в рамках секторизма. И надо отметить, что там были предпосылки для этого. Ну, во-первых, развивался сам секторизм, что давало возможность повышать производительность труда, повышать общественное благосостояние, значит, было за что бороться. Это с одной стороны. С другой стороны, значит, в конце 19 века, в начале 20 века, спренировались партии рабочего класса в большинстве экономически развитых стран, не во всех, конечно, да, которые вот эту конечную цель борьбы рабочего класса формулировали и, в общем, добивались того, чтобы текущие задачи подчинялись этой конечной цели. А главное, значит, эти партии, особенно в начале своего возникновения, выдвигали лозунг диктатуры и пролетариата, то есть они нацелили профсоюз на то, чтобы поменять систему власти и тем самым обеспечить власть рабочего класса и с тем, чтобы устранить статистические барьеры на пути достижения целей профсоюза. Ну, на самом деле, такие барьеры, мы прекрасно их знаем, вы боретесь за повышение заработной платы, и вы добились таких результатов, замечательно. А завтра, значит, пройдет повышение цен по всем местным, и ваши достижения окажутся в значительной степени изъятыми. Вас, ну, гордут положения, которые были до введения забастовочной барьеры. Вы боретесь за сокращение рабочего дня, ну, очень хорошо, даже если достигли успеха. Ну, а мы вот используем научно-технический параллель для того, чтобы выкинуть половину ваших товарищей и нанимать вас уже на своих условиях, условиях, которые, кстати, прокидывают ваше завоевание. Ну, а если даже уж как-то вросла вот эта продолжительность рабочего дня и стала традицией, ну, тогда хорошо, мы повышим пенсионный возраст, так что все равно вот дадите нам свою жизнь именно столько трудовых часов, сколько нам надо. Значит, мы заставим вас больше работать дней, больше лет работать. Вот против этого, ну, нет никаких приемов, может, чтобы вставать, выступать, но очень трудно находиться в перманентном, постоянном забастовочном состоянии, как вы сами понимаете. Это же такая борьба, которая связана с предельными решениями. Вот постоянно находиться в условиях решений. Большинство трудящихся, конечно, не могут. И поэтому вы периодически включаете это оружие мощное, ну, а потом, значит, когда это завершается или приходит к некому результату, технистическое государство, как коллективные работодатели, представители работодателей и отдельные работодатели, начинают проводить свою линию, пользуясь экономической и политической властью. Значит, поэтому все достижения, которые имеются на современном рабочем классе в условиях калитаризма, они всегда под вопросом. Они очень значительны. Если мы будем сравнивать то, что было 150 лет назад, и то, что имеется сейчас, то, естественно, можем отметить большие очень достижения. Но они всегда находятся под угрозой. Инфляция, крессионные реформы, ужесточение трудового законодательства. И вот периодически в самых развитых странах эта проблема возникает, и рабочие борются, но по большей части их союзники, да, это все-таки оборонительная борьба, ни по-другому быть не может, потому что орудие классового господства не в руках рабочего класса. Значит, что же тогда происходит, когда профсоюз развивается и вот приходит, убеждается на своем опыте большинство трудящихся, что в сложившейся экономической и политической системе не обеспечить достаточной реализации своих интересов и своих прав. Вот тогда профсоюзы начинают играть роль основы для возникновения новой власти. И вот это очень важно понять. Ну хорошо, вот диктатура потерято. Кто только не выдвигал этот лозунг в свое время. Ну а как практически к этому перейти? Она что, с неба что ли упадет? Или это будет партия, которая вот возьмет и установит диктатуру? Ладно, вот сама партия, да? Ну такого же и может быть. Ну как, скажем, могли большевики, которых там до февраля, скажем, 17-го года, было 20 тысяч. Как это они могли в такой 150-миллионной стране установить диктатуру? То есть установить власть класса в рамках всей страны. Ну это совершенно абсурдно. Никакая партия не сможет, да будь она и миллионная. Значит, так вот, я хотел бы обратить внимание на то, какую роль играет профсоюз в переходе от одной системы власти к другой власти. Значит, я сказал уже, что профсоюзы используют в качестве основного орудия для реализации своих задач забастовочную борьбу. Это применение экономической силы. Применение экономической силы. Ну естественно, только сильными считаются в условиях авторизма. Так вот, когда отшляется забастовочная борьба, то рабочий класс накачивает, что называется, мускулы. И когда объединяются представители забастовочных комитетов, то уже на территории, на определенной. Складываются ситуации, когда рабочие этой территории, объединенные при помощи своего органа, опирающегося на силу, бастующий коллектив, могут диктовать свою волю не только в экономических вопросах, но и в вопросах устройства общественной жизни в целом. Скажем, вот именно так возникал и возник, и так действовал Ивановский совет, тот орган, который на самом деле и был органом, объединяющим бастующие коллективы. И вот, как выяснилось, показал опыт исторической практики, вот такой способ формирования власти, он не случайный, он не сугубо российский. Это как раз способ формирования власти, который закономерно дает возможность рабочему классу утвердить свое господство. Вот такой же путь, собственно, проделывал рабочий класс и после февраля 1917 года, когда во всех крупных промышленных центрах рабочий класс явочным порядком сформировал свои органы. Ну что, значит, это органы, которые опирались на силу организованных коллективов. Можно сказать, ну а тогда не было профсоюзов. Профсоюзы как раз возникали в условиях царизма. Они были в таком придушном состоянии, в полулегальном, вскрытом. Но надо понимать, что забастовочная борьба требует организации. Не организации на один день, когда мы собрались, взмутились, остановили работу, завтра разошлись, а забастовка победила. Нет, это требует кропотливой организационной подготовки, выбора момента. Значит, потом надо проводить это действие, его постоянно возобновлять, постоянно находиться в связи со всеми подразделениями, большого коллектива. И что это возможно без организации? На самом деле, как бы не было дела с легальностью, на самом деле, вот образ профсоюзной организации в России всегда был. И как только рабочему классу удавалось засечь легализации профсоюзов, они тоже очень бурно возникали. Можно подумать, что для этого не было предпосылок, не было кадров, не было определенных традиций. Все это было, конечно. Так что вот как раз в феврале 2019 года вот эти стачкомы, они тогда назывались фаб-запкомы, потому что стачка приняла такой характер, что она постоянно может было действовать, даже не останавливая производство, а диктуя его капиталистам, которые знали, что всегда эти рабочие могут остановить, и с ними надо было считаться под угрозой забастовки. Ну, а на самом деле многое поменялось, потому что вот в это время, скажем, ввели явочным порядком сокращенный рабочий день, если хотите. Это и была некоторая демонстрация того, что рабочие приостанавливают работу по своему желанию, так сказать, по своей воле и своих интересах, с составлением определенных требований, с которыми надо было считаться. Так вот, советы, которые возникли в феврале 2017 года, опять были органы коллективов, организованных профсоюзами, опирающиеся на силу организованных коллективов. И так было по всей стране. Ну, естественно, в политических центрах это было особенно ярко пристало. То есть возникновение диктатуры полиатриата невозможно без того, чтобы рабочие коллективы, трудовые коллективы, производственные коллективы не накопили в опыту организованной стаичной борьбы, организованной под средством профсоюзов. И забасткомы, хотя они часто могут существовать помимо, так сказать, профсоюзного комитета, даже по видимости независимых, на самом деле это всегда органы, подконтрольные профсоюзные организации, связанные с ними и опирающие за силу профсоюза. Поэтому переход к новой власти возможен только благодаря развитию профсоюзов и развитию вот такой точки, когда они достаточно широко бастуют, и создают постоянные органы, координирующие эту забастовочную борьбу, на уровне сначала городов крупных, а затем и на уровне всей страны. Потому что съезд советов, это и был съезд, организованный по представительству, от городских, прежде всего, советов. А городские советы, естественно, тренировались вот этими бастующими коллективами, или коллективами, которые опираясь на угрозу забастовки, обладали силы, и эта сила давала им как раз организованность профсоюзу. Так что профсоюзы, это вот не такая мелкая, такая-то серая и только будничная работа. Она, конечно, повседневно так выглядит, но в перспективе развития этой борьбы профсоюз это как раз та организация, которая обеспечивает переход власти от одного класса в другом. И поэтому, если мы сейчас махнем на профсоюз, вот они в таком виде, ну, я хочу сказать прямо, тот, кто хоронит профсоюза, тот хоронит перспективу перехода власти от бургазии к рабочему классу. Ну, и, соответственно, если мы хотим помочь рабочему классу обеспечить, значит, реализацию цели обеспечения полного состояния свободного и всестороннего развития всех членов общества, то мы должны, естественно, содействовать развитию профсоюзов, но в той форме, в той форме, в которой каждый из нас может это делать. Значит, вот очень интересная полоса. Я думаю, что останавливаться на специфике, на условиях борьбы, конечно, можно, но, наверное, не в рамках вот такой изнасновительной, я бы сказал, беседы или презентации о роли профсоюзов. Это можно всегда и в вопросах и пообсуждать, и в перспективе. Для этого можно и читать книги, которые тоже на отсчет есть. Вот что интересное начинается с момента установления власти рабочего класса, диктатуры рабочего класса. Вот здесь есть некоторое очень существенное преобразование профсоюзов, которые не всегда принимаются в внимание. Но не принимается в внимание, скажем, нами, потому что то, что мы сегодня имеем, мы имеем опыт деятельности профсоюзов, российских профсоюзов, не очень, так сказать, ярких в условиях, а в действительской действительности, а уже то, что было в условиях победившей советской власти, это значительная историческая ретроспектива. Так вот, все-таки надо нам это вспомнить, потому что, хотя это историческая ретроспектива, но с точки зрения развития профсоюзных движений это перспектива. Естественно, эту перспективу мы должны реализовать с учетом опыта достижений и ошибок, которые были допущены и которые были достигнуты предшествующим поколению рабочего класса и предшествующим поколениям профсоюза. Так вот, значит, после победы советской власти, еще раз напоминаю, что власть это основывалась как раз на творческой, такой созидательной политической деятельности профсоюзов. Прежде всего, профсоюзы стали выполнять новые, несвойственные им функции. Ну, скажем, именно профсоюзы обеспечивали делегирование депутатов в городские советы, ну, а значит, и на съезд советов, потому что, вы помните, какая была система, так называемая степенная, значит, от производственной перерективы в городской совет, а городской совет на съезд советов. Значит, они этим занимались, то есть они проводили депутатские собрания. Дальше, значит, действовала рабочая трехсанская инспекция, и, казалось бы, это государственный орган, но на самом деле ее актив, это был актив, организованный профсоюзом, то есть профсоюзы включились в государственную работу, оставаясь не государственной организацией, потому что делали упор в этой работе, конечно, по отношению к членам профсоюзов на убеждение на товарищеском, ну, и даже если речь шла о нарушении дисциплины, то здесь было порицание, и товарищеский суд, как вы сами понимаете, это не тот суд, после которого следовало там заключение и так далее, поражение гражданских правов. Это мера морального воздействия. Значит, так вот, профсоюзы помогали рабочей крестьянской инспекции, а когда в конце 20-х годов, а именно в 27-м году, в том числе и под влиянием профсоюзов, был принят декрет о переходе к 7-часовому муровой и хвудню, вот тогда роль профсоюзов как организаторов новой власти, она привлекла новый размах и новые черты. Вот тогда началась практика, скажем, социалистического совместительства, шерсты заводов над госаппаратами, когда профсоюзы организовывали шерстские бригады, которые направлялись в государственные органы и контролировали их уседневную деятельность. шерстские бригады были бригадами объединяющими рабочих. Ну и представьте себе, вот приходит кабинет рабочих, которые люди от станка и в общем рабочим никогда не давали стучать от станков, это известно. И вот они приходят, скажем, в атмосферу, где чаек попивают, где бумаги от одного стола переходят на другой стол в течение двух-трех дней, а то и четырех. Я буквально цитирую брошюры того времени. Ну, появление рабочих, конечно, совершенно ситуация поменяла. Эти бумаги стали ходить 15 дней. Ну, а когда они стали ходить 15 дней, стало совершенно очевидно, 15 минут, простите, стало совершенно ясно, что очевидно этот аппарат избыточный. И тогда можно было решить проблему сокращения, скажем, государственного аппарата, то есть проблему приведения в соответствие задачами эффективной работы. Значит, еще более интересный опыт специалистического сомнительства, когда рабочие после рабочего дня, нечасового, а чаще приходилось еще и сокращать рабочий день, потому что 7 часов, конечно, это немало, но и не так уж много оставляя свободного времени для занятий серьезной государственной работой. Вот рабочие занимались тем, что приходили определенные государственные учреждения и выполняли роль ответственных работников. Естественно, с помощью соответствующих специалистов, коммунистов тогда, естественно, с помощью профсоюза, то есть опираясь на поддержку, вот это были зачатки достаточно масштабные, они охватывали, скажем, шефство рабочего авиаспорта, его актив был около 50 тысяч, только по крупным промышленным центрам, очевидно, было и больше, шефы, и надминистерствами, и так далее, и так далее, и так далее. То есть мы видим, что профсоюзы начинают действовать, но совершенно в другом измерении, я бы сказал, чем сегодня это кажется, что вот их творческие потенциальные создать невозможно. Ну, и возникает вопрос, хорошо, значит, вот профсоюзы в статистической экономике опираются на силу забастовочной борьбы, что же является методом, главным методом борьбы в условиях побеждающего социализма, строящегося социализма, ну, и, очевидно, победившего социализма. Вот таким методом является как раз социалистическое соревнование, потому что социалистическое соревнование, оно потом как-то стало представляться так, что бросай больше, детали и больше, на самом деле речь шла о другом. Мы, конечно, хотим деталей дать больше, но для этого будьте добры, наладьте нормальное снабжение, обеспечьте нас сырьем, значит, нормально организуйте производство, то есть социалистические соревнования никогда не было только соревнованием за улучшение производственных показателей, хотя оно включало эту деятельность. Социалистическое соревнование всегда включало в себя и соревнования организаторов. На что обращал внимание Владимир Членов? В своей работе, как нам организовать соревнования, он говорил о соревновании организаторов. Так вот, о чем я говорил. Шерстные бригады, шерстозаводов над госаппаратом, социалистические совместительства, комиссии различные, присоветы, для рабочей крестьянской инфекции. Все это тоже было порождено желанием устранить препятствия на пути развития производства. То есть социалистическое соревнование никогда не охватывало только движение за, так сказать, движение. И не ограничивалось только работой у станка. Социалистическое соревнование всегда включало в себя, вначале, по крайней мере, работало на государственном поприще. И вот лучшие люди тоже были известны, они после этого, я имею в виду, люди из рабочих, вот если один рабочий выполняет на 120% план, да, за счет того, что он лучше работает, за счет того, что он позаботится об организации производства, значит, проявил инициативу, а другой отстает. Как вы думаете, отстающие будут очень рады находиться в положении отстающих? Ну, разумеется, соревнование такое, социалистическое предполагало, что мы оказываем по общей отстающим, делимся передовым опытом, подсказываем, помогаем, но все равно в любом соревновании есть отстающие. И вот тогда появляется момент попридержать передвяков. Тем более, что это могло быть связано с некоторым материальным поощрением передвяков и, соответственно, непоощрением тех, кто отстает. Да, такое тоже было. Это раз. Значит, среди самих рабочих, как мы понимаем, идет борьба интересов коренных, значит, связанных с развитием производства, с повышением производства, с повышением производительности, да, и интересов побочных, которые говорят, может, не будем так напрягаться все время в этом творчестве, все время что-то голову ломать, ну, давайте вот как мы клюю встали, так спокойненько будем делать, да. Это нормальное совершенно противоречие, но это противоречие разрешается борьбой. А уж я не говорю о том, что если мы соревнуемся на попыще организаторских талантов, то и вы приходите в государственный аппарат, где сидят, значит, или бывшие чиновники, или государственные служащие, которые просто считают, что рабочие, что это вот что-то такое вот быдло и черн, или бывшие рабочие, которые уже поработали, и уже в порядке бюрократии, потому что они бывшие рабочие. И как вы думаете о том, что с радостью встречали вот таких вот организаторов соревнований на попыще управления, тем более, которые еще потом говорили, что этот аппарат можно сократить. То есть там была страшная борьба. То есть такое социалистическое соревнование, это не такое, что все кричат только «Ура!» «Ура!» и так далее, и так далее. Нет, это действительно борьба с предрассудками, с косностью, борьба с бюрократизмом. Вот такое социалистическое соревнование. Ну и не надо упрощать эту борьбу. Значит, если вы боретесь с бюрократом, который сидит в государственном аппарате, то я думаю, что он тоже начинает бороться за то, чтобы свое место сохранить, используя силу этого государственного аппарата. И вот, наверное, вот такая борьба проходила по всей вертикали и государственного аппарата. А поскольку государственного аппарата заправляли партийные люди, Считайте, что эта борьба проходила по всей вертикали партии. Вот до генерального секретаря. Но мне тогда неудивительно, что то, о чем я говорил, и практика шерсти заводов над госаппаратами, и социалистического социалистического, она, честно говоря, была не очень долей. Она стартовала где-то с конца 20-х годов, а к концу 30-х годов она уже была свернута. Причем без какого-либо партийного решения или профсоюзного решения. Вот так вот тихо умерла и все. Потому что партия перестала это делать, а раз партия играла руководящую роль профсоюза, значит и профсоюзы перестали это делать. Ну и тогда, значит, что осталось, что называется, на трубе, если упало бы, пропало? Осталось, остался этот аппарат бесконтрольный, который даже в значительной степени был предан интересам рабочего класса, но уже не подпитывался инициативой, не был поддержан контролем со стороны рабочего класса, повседневным контролем. И такой был аппарат, совершенно не защищен от бюрократического перерождения. Ну и я думаю, что вся последующая история, связанная с 50-ми годами, с Хрущевым и так называемым образовательным социализмом, это история как раз перерождения партийного государства, профсоюзного аппарата, связанная с отторжением от рабочего класса, от профсоюзов, понимая под этим членов профсоюза, а не профсоюзный аппарат. Ну и тогда получилась такая ситуация, сложилась уже к концу 80-х годов, что профсоюзы, на профсоюзы, члены профсоюзов, рабочие смотрели как на чуждые организации, которые, ну, что-то могли, конечно, сделать, но в коренном уже их предали. Ну и тогда, конечно, удержаться такая власть, когда профсоюзы перестали быть основой власти, долго не могла, и она, действительно, уже и рухнула. Ну вот эту картину финала профсоюзов я видел, честно говоря, мне приходилось быть в Сузбассе в 91-м году, когда проходили стачки, и там на этих забастовках, на митингах рассказывали совершенно справедливые вещи шахтерами, бастующими. Там не было никаких уже ни профсоюзных стран, ни суда, ни профсоюзных. Их просто не было, и на дух не могло быть. Ни из секторей комитетов партии, ни обслуживания, ни горкомов, они сидели в своем здании, они говорили, идите на площадь, мы туда не могли. Ну не потому, что они уже просто, они может быть хотели, но их на дух не переносили. То есть вот эта долгая история, история десятилетий, отчуждения, организации, точнее говоря, верхушки от самого рабочего класса, от нас рабочего класса, вот она привела к логическому концу. Ну, разумеется, не надо думать, что если идет бюрократизация аппарата, то сами рабочие остаются так вот активными. Нет, идет бюрократизация аппарата, а в профсоюзных организациях, в первичных идет, значит, такая картина, когда люди становятся пассивными, кивают на других, ждут инициативы с чьей-то другой стороны. В общем, это и есть умирание этой организации, как основы диктатуры пролетариата. Так что, надо сказать, что у нашего рабочего класса российского величайшие достижения в плане развития профсоюзов, таких достижений никто в истории не имел, поскольку еще победоносной революции, кроме как в СССР, в развитых хронических странах, я имею в виду, не было. А то, что было в странах социалистического лагеря, имело ту особенность, вот об этом тоже надо сказать, что когда победил социализм в послевоенный период, то они копировали советский опыт в том виде, в каком он был в послевоенный период. А в послевоенный период, скажем, как мы знаем, советские органы формировались не через трудовые коллективы, не через производственные активы. Эта практика была свернута как раз в 1937 году. Значит, профсоюзы ушли, вернее, точнее говоря, их отодвинули от роли организаторов делегатских собраний. Не собраний по выдвижению кандидатов, а собраний по выбору делегатов Совета. Вот, естественно, страны социалистического лагеря взяли вот этот опыт уже в значительной степени искаженный советский. Их профсоюзы тоже уже играли совсем другую роль, чем профсоюзы, которые действовали у нас на протяжении первого периода социализма. Так что вот эти вершины, о которых я говорил, они остались в истории, их, пожалуй, больше не было, но мы всегда это можем восстановить. Значит, вот, что касается сегодняшнего положения профсоюзов России, ну, совершенно очевидно, что если шел спад в профсоюзном рабочем движении, этот спад начинался в гнении партии, естественно, поскольку она гнила, что профсоюзы гнили, потому что те, кто должны были быть лидерами, да, вырабатывая стратегии, вести своим личным примером, те стали показывать пример обратного действия. Ну, естественно, вот после такого спада мы не могли рассчитывать на то, что в 90-е годы появятся уж очень в массе своей боевые профсоюзы, которые эту ситуацию изменят. Но в честь российского рабочего класса у нас появились отдельные, по крайней мере, профсоюзные организации, которые демонстрировали замечательное достижение благодаря активной очень борьбе, умной борьбе с использованием всех возможностей законодательства. Ну, а поскольку я хочу сказать, что советское законодательство насчет забастовок ничего не говорило, но общий уровень продовых и социальных гарантий был, конечно, достаточно высокий в условиях победившего социализма. Вот этот дух законодательства, который был ориентирован на расширение прав рабочих, в какой-то степени был использован в рубеже 80-90-х годов для развития законодательства профсоюзов и о стаичной борьбе. В этом смысле законные акты были достаточно демократичны. Так вот, используя эти возможности и используя просто космикалку и силу организованности, некоторые профсоюзные организации добились замечательных успехов. Я не удивлю вас, если вы заводите, организации, к сожалению, их не так много. Ну, вот в качестве примера могу привести профсоюз Бокеров в Санкт-Петербург, Морского порта, да, и, скажем, Федеральный профсоюз авиодиспетчеров. Федеральный профсоюз авиодиспетчеров – это не рабочий профсоюз, это люди, которые не приезжают к рабочему классу, но это люди исключительно ответственного, сложного, квалифицированного труда, которые работают всегда коллективно, где каждый зависит один на другого. И вот они продемонстрировали образцы профсоюзной борьбы. То же самое относится и к докерам. Это люди, которые работают с бригадами, в этом смысле характер труда совместного помогает профсоюзной организованности. Но, однако, я должен сказать, что из этого не вытекает автоматически, что если люди работают с бригадами, они будут в профсоюзах очень активны. Нет. Вот тоже, так сказать, докерский труд и докерские организации по всей стране имели совершенно разные профсоюзы и совершенно разные результаты. Хотя характер туда везде достаточно похожий. Так вот, докеры добились больших результатов, потому что использовали забастовочную борьбу, использовали грозы забастовок, никогда не сдавались на милость в работу дать, не уходили в его положение. Ну, я прямо должен сказать, что они всегда, особенно в лучшее свое время, опирались на помощь тех, кто интеллигентов, кто старался помочь рабочему классу. Ну, я прямо скажу, что опирались на помощь специалистов Фонда Рабочей Академии. И, прежде всего, президента Фонда Рабочей Академии профессора по кафе рекламного права Михаиловича Попова. Ну, для того, чтобы сказать, вот какова роль личности в истории, давайте об этом не забывать, что, значит, председатель спортового комитета Константин Васильевич Федотов и президент Фонда Рабочей Академии Михаилович Попов разработали проект Крудового кодекса. Ну, вот я не знаю таких прецедентов еще в какой-нибудь стране. В любой развитой стране, даже в Девочном профсоюзе развитые, вот они очень много выступают, и, сказать, всегда как-то они очень в поддержку того, что вот разработали сами Крудового кодекса, профсоюзу предложили и разве вернули в него борьбу, вот такого-то я не знаю. А в России, в России, значит, 90-х годов, когда производство нарушалось, нарушалось, вырвали на кусочки приватизаторы, прихватизаторы, естественно, это рушило и экономическую основу профсоюзной организованности, тем не менее, нашлись люди, нашлись организации, которые выступили с этой инициативой, подготовили проект Крудового кодекса, в котором предусмотрели развитие и прав, и гарантий, и, скажем, в этот проект Крудового кодекса включили 7-часовой рабочий день, даже 6-часовой рабочий день, потому что 7-часовой рабочий день как-то было странно повторять, если это был закон 1927 года и был закреплен в Конституции 1936 года. Так вот, таким Крудовым кодексом, между прочим, и борьбой за него добились профсоюз очень много, потому что то, что мы имеем сегодня, Крудового кодекса, это много, конечно, там и негативного, но очень много и позитивного. И, по крайней мере, то, что собиралось правительство протащить, но это не сопоставило с тем, что мы имеем сегодня. Если бы вот не эта инициатива, поддержанная лучшими профсоюзными организациями, которые объединились в соответствующий комитет действий, которые провели съезд профсоюзных организаций в поддержку прогрессивного профсоюзного проекта Крудового кодекса, вот если бы всего этого не было, я думаю, сегодня Крудовой кодекс был бы просто жалкий, жалкий с точки зрения правов, ну и Кодекс праващины, рабочего класса. Ну, некоторые жалуются на то, что вот мы сегодня-то имеем такой кодекс, который не может защитить. Ну, во-первых, сам документ никогда никого не защищает, надо, так сказать, действовать и добиваться своих прав, опираясь на эту законодательную основу. Ну, а во-вторых, я еще раз говорю, что могло быть значительно хуже. То есть даже вот в этот период, период, который был связан с кризисом профсоюзного движения, потому что нерги окончательно оторвали, значит, собственность профсоюзная уплыла в руки, которая была тоже, по сути, прихватизирована, значит, профсоюзные взносы, тогда уже потеряли свою значимую роль для профсоюзной верхушки, став обладательной большой собственностью, значит, профсоюзная верхушка уже стелать с кризисом профсоюзной верхушки и с партийной, описывать вот эту, так сказать, печальную сторону, в красок достаточно, но и нет большой необходимости, это все перед глазами. Куда лучше, куда важнее видеть то, что вот есть в этих словах прогрессивно, в чем залог восстановления и развития профсоюзного движения в России. Вот после того, как была проведена борьба за правовой кодекс, который повлиял на принтер правовой кодекс в положительную сторону, после этого была сформирована Федерация профсоюзов России, которая в своей декларации завела приверженности красному флагу, не голубому там, не зеленому, никакому хотите, то есть в соответствии с традицией рабочего движения исторической, значит, была принята программа коллективных, задачи коллективных действий, которые вот как раз закрепили все основные положения Трудового кодекса, проект Трудового кодекса, и эти положения образуют основу для выдвижения требований на любом уровне. Хотите, требуйте, включайте в свой клиентинный договор требований 6 часового рабочего дня, повышение зарплат, достоинности рабочей силы, значит, увеличение отпусков и так далее, и так далее. Хотите это взять в качестве законодательных, инициативы, если у вас есть такие депутаты, если вы достаточно сильны, чтобы вот таких депутатов удвинуть. Короче говоря, есть на что ориентироваться в современном профсоюзном движении российском, значит, есть опыт достижения, есть документы, опираясь на которых можно развертать дальнейшую борьбу, ну, и я скажу, что есть уже и политические силы, которые в целом помогают, скажем, развитию профсоюзного движения. Я имею в виду рабочую партию России, которая имеет большие заслуги, вот я говорю, Михаил Васильевич Попове и Константину Васильевичу Дотову, давайте прямо скажем, что это семена рабочей партии России. Если какая-то партия подготовила прогрессивный проект трудового кодекса, за который выступали десятки тысяч рабочих, пусть об этом скажут, мы их тоже похвалим, потому что надо всякую такую инициативу только приветствовать. К сожалению, вот никакая другая партия, даже из Панабрева-Парламентской, такую работу не выполнила. Значит, эта работа продолжается, и поэтому, мне кажется, и вот, по крайней мере, надо делать все для того, чтобы профсоюзное движение России, опираясь на опыт предшествующего поколения, опираясь на опыт достижения ошибок, выбрала правильную дорогу, использовала проверенные, так сказать, эффективные формы борьбы, ну и достигла тех результатов, которые необходимы, а прежде всего, конечно, необходимо одновременно советскую власть, как власть, опирающуюся на силу правильных липидов, а потом и туда. Поэтому, даже сегодняшний, я бы сказал, некоторое безвремение, когда вот, я полагаю, что отступление рабочего класса еще не окончилось, об этом можно говорить, двигает, с точки зрения пенсионной реформы, что это не отступление ради, и с точки зрения того, как обстоит дело с продолжительностью рабочего дня, и с точки зрения урезания зародных властв, да, в целом, наступление не закончилось, но давайте все-таки искать точки опоры для того, чтобы используя эти точки, используя эти организации, перейти в наступление и добиваться улучшения положения рабочего класса. Мне кажется, что все, кого интересует проблема профсоюзного движения, вот эти люди должны поспособствовать восстановлению авторитета, силы профсоюзов. Я думаю, что у каждого из нас найдется поделы, которые послужат восстановлению профсоюза. Вот в такой работе я и призываю уважаемых и думаю, что ваш интерес к этой проблеме как раз связан с желанием помочь развитию профсоюзного движения в России. Спасибо за внимание, я думаю, что вот такой вводный сайт достаточно. Спасибо. Александр Владимирович, спасибо большое за полезную лекцию. Я думаю, что Гамит сейчас продолжит. Товарищ Гамит, ты на связи? Да, Роман, здравствуйте. Здравствуйте, Александр Владимирович, здравствуйте. Еще раз, значит, Александр Владимирович, у нас тут некоторые вопросы собрались у товарища. Если вы не против, мы... Да, конечно, конечно, я приглашал. Это очень важно. Спасибо. Спасибо. Но, помимо вопросов товарищей, я хочу начать именно со своих вопросов, в силу того, что, так сказать, они в какой-то степени наверняка выражают... Да, да, типовые, типичные. Да, 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 да. Я уверен, что у вас есть ответы на них, однако, вот все-таки интересно именно непосредственно товарищам здесь услышать, и, естественно, они свои тоже зададут, и я думаю, если есть время, позволят, я уверен, они услышат ответ от вас. Ну, первое, смотрите, ведь, знаете, во-первых, хочу поздравить вас с книгой, которую вы недавно выпустили, насколько неизвестно, вот, по поводу истории профсоюзной борьбы. Да, спасибо, да, в 2011 году, недавно. Как вчера, как вчера. Я так понимаю, просто недавно, значит, новое было, значит, издание. Да, да, да. Значит, смотрите, тут, видите, очень важный вопрос, и товарищи довольно, так сказать, болезненно некоторые это воспринимают, и я лично сам знаком с таким явлением, и наверняка вы тоже его знаете. И, например, опыт той же самой РПР, ну, Рабочей партии России, он показывает, что это действительно есть некоторые, такой, знаете, как это сказать-то, бить, скажем так, вот этого движения, почему, например, не вполне понимают роль профсоюзного движения, да, некоторые товарищи? Да. Проблема заключена вот в чем. В принципе, как бы, оно выражается в одном таком простом понятии, как экономизм, то есть, когда люди, которые собрались, в принципе, вроде бы, с целью, значит, улучшения своих условий, ну, работы своих, условий, своей работы, улучшения, значит, свое экономическое положение, преследуют свои, значит, права и защищают их. Однако, получив, так сказать, и решив насущные проблемы, они, почему-то, их борьба спадает на нет, и, как правило, да, вот, допустим, даже та же самая практика РПР, вместе, например, тот же самый профсоюз докеров, да, он показывает, что есть такая проблематика, и даже более того, да, из этой проблематики вытекает следующее, что профсоюз, как правило, бюрократизируется и вообще превращается. Да, да, и такая опасность очень большая. Скажите, пожалуйста, как с этим бороться, вообще нужно ли с этим бороться, или, может, у вас есть опыт борьбы с этим, это как-то, можно избежать это, это... Спасибо большое, Геометр. Вы по существу задали вопрос, я его не успел затронуть, потому что, ну, всего не затронешь, даже в 45 минутном выступлении. Значит, первое, что касается экономизма. Я думаю, экономизм, это политическое течение, связанное с тем, политическое течение, связанное с тем, что выступающие за интересы рабочих ограничиваются только текущим, только этиминутным, только мелким. Я думаю, что для профсоюза экономизм, то есть борьба за некоторые текущие и мелкие, ну, это свойственно, потому что это массовая организация, и требовать от многих понимания коренного не приходит. Но в своем развитии, а развитие, конечно, требует работу профсоюза, тех, кто знает коренные интересы, профсоюзы поднимаются и к более высоким задачам. Вот если брать сегодняшний пример, то, скажем, я бы назвал мелким, это требование индексации. Нет возможности раскрывать это дело, но это требование заведомо ставит в пройвешное положение рабочих. А вот требование, скажем, повышения заработной платы, достоинности рабочей силы, экономизм не завершит. Потому что требует таких усилий, такого совместной деятельности большинства рабочих организаций, что это, конечно, уже требование, я бы сказал, политического характера. Это первое. Во-вторых, вот, борясь за свои насущные текущие интересы и используя силы забастовочной борьбы, рабочие приобретают способность и привычку к этой забастовочной борьбе, то есть способность к решению вопросов, опираясь на экономическую силу. А как я уже говорил, власть политического рабочего класса вырастает из забастовочной борьбы, потому что первичной ячейкой в советской власти является как раз за Бостком. За Бостком. И делегат от него образует совет. Поэтому в ходе этой экономической борьбы при правильной политике партии рабочего класса рабочих профсоюзов закономерно переходит к политической борьбе и мимо забастовочной борьбы к политической борьбе и к власти рабочего класса вы не пройдете. Или это будет борьба сторонников рабочего класса, но не самого рабочего класса. Это первое. Второе. То, о чем вы говорили. Болезнь бюрократизации профсоюзов – это страшная болезнь. С чем она связана? Она связана с существованием старого разделения труда при капитализме. Когда люди закрепляются социально-экономически за выполнением экономически неоднородного вида труда. Ну, скажем, за трудом управленческим, вот, пожалуйста, менеджер всю жизнь, и исполнительским. Вот труд рабочих – это исполнительский, не только рабочих. Это большая болезнь. И вот, когда профсоюз начинает действовать, вот когда он возникает, как обычно, почему там все хорошо идет? Решают все вместе. Нет еще никаких бюрократов. Даже те ваши лидеры, они с вами у станка, или они рядом с вами там в порту и так далее. Значит, они, достигая этих результатов, добились заключения критивного договора, появились средства. И что делают профсоюзы? Они вводят освобожденные профсоюзные ставки. И посадили на освобожденные профсоюзные ставки, а то еще добиваются того, чтобы работодатель оплачивал, да, профсоюзного работника. Ну, хорошо. И что дальше происходит? Дальше происходит, уже произошло. Значит, тот, кто возглавляет профсоюзную организацию, тот поменял свое положение коренным образом. Он уже не рабочий, он уже не у станка, он уже не в трюме. Вы понимаете, он должен выступать не за свои, а за чужие интересы. Вот она. Вот она основа бюрократизации. И вы правы. Этим болеют без исключения все профсоюзы и даже профсоюзы, о которых упомянули. И докерские профсоюзы. Как решается эта проблема? Теоретически она понятна, как решается на практике, пока это не удалось провести в полной мере ни одном месте. Решается очень просто. Значит, как вообще борется с бюрократизмом? Надо сделать так, чтобы все остановились бюрократами на время, поэтому не было бюрократов вообще. Мы все время выступаем за то, чтобы использовать полставки, работа на полставки освобожденного работника. Или по очереди, значит, неделю или месяц. Один работает соприседатель, через месяц другой соприседатель и так далее, и так далее. Вот это бы позволило, с одной стороны, набираться профессионального опыта управленческого, с другой стороны, оставляло бы профсоюзного руководителя лучших рабочих масс, потому что оставляло бы его по преимуществу рабочих. Вот теоретически это хорошо получается. На практике я такого не знаю, потому что уникает очень много трепонов. Где будет лежать ваша правовая книжка? Как все это оформить и так далее, и так далее. Нет, пожалуй, еще пока опыта такого решения, такой проблемы, хотя какие-то ростки этого есть. Ну, скажем, вы ведете коллективные переговоры на период ведения коллективных переговоров, как вы знаете, работников освобождают, а период – это время заседания, а пока идут коллективные переговоры. И они это время, значит, могут заниматься профсоюзной работой, когда закончатся коллективные переговоры, они снова возвращаются на свои рабочие места. То есть какие-то ростки этого есть. Но вот оперативную работу управленческую в порядке выполнения совместительства профсоюзного с работой у станка, вот такой практики, пожалуй, пока еще нет. Но, видимо, ее надо освоить, иначе болезнь бюрокартизма будет губить все лучшие, так сказать, начинания. Спасибо. Спасибо, Александр Владимирович. Хорошо. Ну, в принципе, вы меня поправьте, пожалуйста. Я просто хочу, так сказать, резюмировать. Первое, в принципе, по данному вопросу – это следует объединять профсоюзы в некую такую федеральную сеть, некую такую федеральную силу, так сказать, крупную. Безусловно, конечно. Это их закономерный, так сказать, этап развития. А второе – это выдвижение серьезных, так сказать, требований, которые выходят за рамки конкретных, так сказать, организаций и конкретных, значит, условий труда. Я так понимаю, правильно? Я думаю, что, так сказать, они не обязательно выходят за рамки труда. В принципе, шестичасовой рабочий день можно вести и на отдельном предприятии, если вам удастся давить работодателю. Другое дело, что если бы, так сказать, был бы пример более широкое движение, очевидно, этого требования было бы, очевидно, легче и на каждом отдельном предприятии. Хорошо, я понял. Спасибо. Однако, ну да, вы правильно заметили, что стоит тогда вопрос. Действительно, если товарищи добьются, так сказать, выполнения требований на конкретном предприятии, пойдет ли такая практика, так сказать, на все остальные? Ну или хотя бы на те, которые, так сказать… Да, конечно, конечно, здесь есть проблемы, но с силой передового примера профсоюзного движения – это очень большая сила. Понял, понял, хорошо. Хорошо, спасибо. Позвольте, я тогда следующий вопрос задам. У меня буквально три вопроса, и всего лишь один из них, в принципе, мы разобрали. Вы упоминали в одном из интервью или видео, и в том числе и в книге, вы упоминали о том, что в профсоюзах, да, уже организованной, например, в социалистическом государстве, ну, после революции, при диктатуре полетриата, там идет некое социалистическое соревнование, да? Да. Не могли бы вы раскрыть немножко, потому что, товарищи, много вопросов по этому вопросу, по этому, значит, моменту. Что это такое вообще, вот, социалистическое соревнование? Значит, я… Так, я лучше… Это я бы определил вот именно так, как и постарался определить выступление, как метод борьбы за интересы рабочего класса, так сказать, в рамках социалистического клада или предъявшегося социализма, связанное с повышением производительности труда и реализацией на этой основе старинных интересов рабочего класса. Но я вот хотел бы подчеркнуть, что, безусловно, соревнование предлагает и, так сказать, развитие производства, да, достижение определенных производственных показателей. Но я еще раз хочу подчеркнуть, что оно не сводится к тому, что мы творим, что называется, у станка. Социалистическое соревнование, как это и метод управления, борьба же, это тоже требует организованных действий, это метод управления вот этой борьбой. Значит, что это означает? Что мы в социалистическом соревновании действуем сообща, вырабатываем лучшие пути производства, вырабатываем лучшие пути очищения государственного аппарата, вырабатываем лучшие пути, значит, совершенствования государственного аппарата. Еще раз говорю, что нельзя сводить социалистические соревнования только к достижению более высоких производственных результатов. Удовлетворение интересов рабочего класса требует и оздоровления государственного аппарата, и борьбы с бюрократизмом. И это входит в понятие социалистического соревнования. Почему? Вот представь себе, значит, вы приняли социалистическое обязательство, готовы работать, разработали прекрасные методы, технологии, разрабатываете, а поставки нет. Почему? А потому что, значит, плановый орган не запланировал это, или кто-то халатничал, или кто-то, значит, нарушил плановую дисциплину, а вы все сидите и ждете у станка, когда же все это к вам дадут разынуть соревнования. Такие же факты были. И рабочие жаловались, говорят, ну вот интересное дело, я ударник, а мне приходится махать не твой. Вот реальные, значит, руки рабочего красного соревнования. Что из-за соревнований говорит, когда простое? Так как вы реализуете простое, если у вас система снабжения налажена, потому что или там сидят отъявленные бюрократы, или неумеющие люди, которым нужен контроль. Поэтому соревнования предполагают обязательно контроль за государственным аппаратом и переход к выполнению государственной функции самими рабочими, разумеется, подготовленными к этому делу. Поэтому я бы все-таки подчеркнул эту сторону соревнований. Вот, к сожалению, в последние годы Советского Союза и социализма эту суть соревнований, как соревнования на поприще организации управления, выхолостили и оставили соревнования, бросая дальше, значит, бегаю станком больше. А уж что там будет, там распределяться, не волнуйтесь, без вас все управят, распределят, направят и так далее, и так далее. Вот это, конечно, полное искажение суть соревнований, это уже его упадок, и рабочие вполне объяснимо негативно к этому относились. То есть соревнования – это метод борьбы за реализацию интересов рабочего класса, который включает в себя очень широкий эффект в деятельности, о которой я уже сказал. Так, ну, а так, чтобы, так сказать, упростить-то, вот, общее понимание, как говорится, для товарищей, которые не совсем-то понимают, я-то понимаю, так-то идею-то, в принципе, но, как бы, это некий метод управления, то есть создание условий, когда… Да. Ну, попроще можете выразить, пожалуйста, Александр Владимирович, просто чтобы вот понятнее было. Ну, хорошо, я понятие сформулировал, у меня тут борьба за интересы. А как это выглядит? Хорошо, вот мы, значит, я вызываю вас на соревнования. На самом деле там не только индивидуально было соревнование, ударность, хотя и было, а было соревнование коллективу, значит, и чтобы обеспечить победу, да, то есть я должен лучше вас сделать, то есть изготовить лучшее качество или больше изготовить. Ну, как вы это сделаете? Значит, вы должны что-то придумать. Это или рационализация передвижения, да, или совершенственная организация производства, или пересмотр там отношений между подразделениями, или другая расстановка станков. Ну, это все метод знакомый. Другое дело, что вот если уж я, кстати, такое на себя принял, а, понимаете, заставить в соревновании участвовать было нельзя, обязательство социалистическое, это добровольно принимаемое, да, значит, я вызываю вас на соревнования, вы принимаете, ну, появилось состязательное. Значит, чтобы нам выбонить это дело, мы тогда идем к своим руководителям, говорим, вот нам надо это, это, если они это не делают, тогда, значит, мы поправляем своих руководителей. Вот я говорю о чем, что соревнования тогда требуют большой организационной работы и от самих профсоюзов. Значит, если органов, плановых органов вдруг неполадки, не могут там наладить сбыт и так далее, значит, мы туда приходим и добиваемся того, чтобы они действовали эффективно. Значит, больше того, вот как бы, я принимаю обязательства, вы говорите, ну, вы знаете, а у нас есть план, по этому плану вам присмотрено больше ресурсов, поэтому вы увеличите выпуск, но исходя из того, что у вас есть. Так как я увеличу выпуск, если вы не дадите больше ресурсов? Значит, тогда я принимаю встречный план, то есть очень скоро социалистическое соревнование, вот в движении обязательств превратилось встречный план. Это что означает? Что я выдвинул обязательства, а вы, руководители, будьте добры, обеспечьте мне поставку, потому что это становится планом. Это обязательство и для вас тоже. Это ваша обязанность организовать выполнение такого встречного плана. Вы помните песню «Нас вутро встречают прохлады»? Это была песня о встречном, о встречном плане. То есть это на новый уровень вводило плановую работу. Когда вы уже свои инициативы предписывали руководителям, что они должны сделать, да, а не то, что мы сидим, нам спустили, и мы, значит, будем делать то, что они сделают. Ну, и еще раз говорю, раз мы такую инициативу проявили, мы заинтересованы в том, что на всех органах хозяйственного управления и государственного управления работали эффективно, обеспечивали выполнение нашей инициативы. Поэтому соревнования, вот если брать его в таком вот полном объеме, это вот большая творческая, созидательная, социальная работа профсоюзной организации на всех уровнях, которые вовсе не ограничиваются и не заканчиваются, а только начинаются с рабочего места. Но, к сожалению, еще раз говорю, что до нас уже росло представление о соревнованиях, а совсем другое. Что мы принимаем обязательства формально, ну, потом, значит, приписываем, это уж вообще было последнее дело в последних периодах, какие там были сумасшедшие приписки, или делаем тогда лидеров. Понятно, что мы боремся за производственные показатели, а некоторые организаторы управления начинают использовать соревнования для того, чтобы продвинуться. Мы тогда делаем рекордсменов, делаем приписки, обеспечиваем, потом вешаем ординат. То есть не надо думать, что если мы боремся, то с нами не борются, в том числе и в рамках этого социалистического соревнования. Вот такая жизнь у нас сложная, я бы сказал, делить лично. Да, согласен, Александр Владимирович, спасибо большое за ответ. Да, действительно, там, конечно, надо смотреть, вот если это будет в рамках действительной экономики, в которой как раз социалистическое соревнование является неотъемлемым моментом в развитии экономики, то да, наверное, это будет работать. Тогда последний вопрос, я думаю, товарищам будет интересно, и он довольно актуальный. Вот смотрите, такая интересная вещь, статистика, значит. Наверное, вам известно о событиях во Франции. И тут недавно я посмотрел структуру, значит, тех, кто бастует там, значит, кто прямо на улицах непосредственно участвует или там через предприятия. И так уж выходит, что да, конечно, большинство бастующих и тех, кто, так сказать, непосредственно участие принимает в акциях, это, значит, труженики или работники профсоюза, так или иначе. Да. Довольно крупная часть, то есть довольно серьезная часть, то есть там значительная часть, я процент сейчас не вспомню, это являются, значит, учащиеся, служащие, интеллигенция и прочее. То есть, как бы это сказать-то, вот если взять, проецировать на 17-й год, да, то есть у нас немножко меняется структура, вот, как бы, скажем так, тех, кто пролетаризован в этом смысле, да, то есть экономически, естественно, сознательно в этом смысле. Вот ваши оценки, что вы можете сказать об этом-то вообще? Да, вы затронули очень интересный, и я думал, что обязательно к этому выйдем. Значит, если брать 17-й год, я бы хотел напомнить, что вот после февраля 17-го года, наряду с коллективами, которые бастовали или использовали угрозу забастовки, поэтому вводили рабочий контроль, скачу на рабочие деньги и так далее, значит, революционная волна охватила всех. Красными банками кто только не ходил. Я должен сказать, что не ходили крупные помещики и капиталисты, а уж учащиеся молодежи студенческие, она все-таки поддерживала, и все были социалистами тогда, как вы помните. В этом смысле не надо думать, что вот профсоюзное движение, оно изолировано. Если оно достигает успехов, если оно мощнее, то вы знаете, к сильному всегда примыкает, всегда прибывается к этому берегу, разъявляет эти лозунки, хотя бы на определенном пути, потому что вот видно, что это силы. Сильными считаются, они авторитет, и к ним примыкают. Вот какая-то такая аналогия может быть проведена из современной Франции. И вы правы, что вот говорят, ну хотя вот не профсоюзы, они не организации, но тем не менее, вот зачатки организованности, которые наблюдаются, что бы там десятки тысяч людей действовали организованно, я не поверю, что не было там такой организованности, просто бы взяли, вдруг все одновременно вышли, да, одновременно одели. Но с этим так не бывает. Значит, вы правы, что здесь сказывается, в том числе и профсоюзная организованность, которая во Франции была достаточно высока, и причем вот в этой сфере. Там профсоюзы часто организуют, причем рабочее время, эти массовые движения, выступления, и это по традиции продолжается. Чего нет во Франции, к сожалению, и чего не было в 68-м году, когда масштаб выступления был еще, что называется, круче и значительнее. Вот там не было понимания того, что если вы хотите взять власть с рабочего класса, ну, пожалуй, сегодня такого лозунга и нет. Я посмотрел требования, требования, предъявляемые движением этих желтых жилетов, но требования, конечно, просто жалкие. Жалкие в том смысле, что вот такое массовое движение, так сказать, рождает требования, там, убрать налог на имущество, условно говоря. И никакого по-настоящему политического требования мысли построения власти нет. Вот что тогда не делалось и что сегодня не делалось во Франции, не делается система органов власти, опирающихся на бастующие коллективы. Хотя в 68-м году даже создавались комитеты самоуправления. Вот это уже вроде бы за рамки коллективов, это уже некоторый прообраз власти. Но тогда, вот в 68-м году, коммунистическая партия, если вы помните, сказала, что мы не знаем, чего делать, что надо делать-то. Надо достроить эту систему до самого верха, так сказать, обеспечить переход власти от одной вертикали, так сказать, от буржуазной власти к этой. Вот они тогда упустили авиационные штаты. Я не знаю, можно говорить сейчас о авиационной штате во Франции, но вот это движение, организоваться через трудовые коллективы, значит, их органы, по представительству, значит, сформировать на их основе, органы более высокого уровня, даже, если хотите, в общей французской, вот такого движения не видно. Поэтому, к сожалению, я думаю, что значительная часть этой энергии пропадет в тоне, хотя такие-то достижения вполне совместимы с существованием, значит, капиталистической экономики будут, и зарплату повысить, почему бы и нет. Тем более, что потом пройдет инфляция, и все, вас заберут чеконечко. Значит, какой-то налог можно отменить. То есть, вот о чем я хотел сказать, что, к сожалению, опыт советских профсоюзов, которые доросли до роли основателей советской власти, этот пункт остался в международном масштабе не востребный, в том числе и в Субъединенной Франции. Вот об этом можно пожаловать. Субъединенная Франция